Добрый день! Мы уже делали достаточно подробный обзор на замечательную мультиварку для завтрака HD3060 от компании Феликс. Поэтому инструкция пользователя будет простой и лаконичной. Установить мультиварку можно даже на гладкой поверхности. Ножки здесь противоскользящие. Отдельного выключателя нет. Полное отключение только через шнур питания. При открытии из-под крышки возможен выход пара. Аккуратнее. Внутренняя крышка съемная. Моется отдельно. А вот все остальное включая уплотнитель и клапан выхода пара придется мыть или протирать по месту. Постоянного ухода требует и углубления на корпусе, где собирается весь конденсат. Но особое внимание уделяйте чистоте нагревательной пластины, датчику температуры и в целом всем этим поверхностям, так как они сильно нагреваются. Одновременно не забывайте и о чистоте чаши, особенно ее дна. Но и нагревательная пластина должны соприкасаться идеально. Многие интересуются мытьем чаши, крышки и всех аксессуаров в посудомоечной машине. Ответ такой. Причем он справедлив для любой мультиварки. Ответственность лежит на вас. Поэтому мытье должно быть щадящим и не портить эти предметы. Впереди самое интересное. Поэтому сначала чайная пауза. На отходу ты, а не стволы. Чайметр. Переходим к управлению. Панель здесь сенсорная, светодиодная. Для срабатывания потребуется лишь легкое касание пальца. Вся информация отражается на дисплее. Пройдемся по кнопкам. Подогрев. Здесь все, что связано с поддержанием температуры на уровне 70 градусов. Кнопка «Начало» и «Прерывание процесса готовки». Кнопкой «Меню» выбираем одну из шести программ. На дисплее видим время готовки по умолчанию. Некоторые программы сначала набирают рабочую температуру. И только потом идет обратный отчет времени. А этой кнопкой можем изменить температуру. К этой меняем время готовки и включаем защиту от детей. И, наконец, отсрочка старта. Приводим пример для каши. К сожалению, на чаше нет шкалы для крупы. Поэтому соотношение с водой берите из рецепта. Насыпали крупу, налили воды, но не выше максимума. Включаете мультиварку в сеть. Выбираете кашу. Соглашаетесь, например, варить 10 минут и стартуете. Дисплей показывает, что идет нагрев. Как только вода нагреется, на дисплее начнется обратный отчет. Кашу можно выбрать и без меню. Сразу стартуете. А вот омлету не надо воду греть. Готовка сразу начинается. Если для старта кнопку надо подержать, то для выключения достаточно одного касания. Здесь нет традиционной кнопки отмена. Поэтому выход в начальный режим придется делать через старт. Либо ждать, когда мультиварка наругается и все отменит сама. Данная модель имеет немного непривычную установку времени. Нажали время. Заморгали часы. Устанавливаем часы этой же кнопкой. Ждем, когда заморгают минуты. Аналогично устанавливаем минуты. Вернуться к установке часов можно через кнопку температуры. Расширим настройки. Выбираем кекс. По умолчанию предлагается выпекать 30 минут. Решили поменять время готовки. Моргают часы. Ставим 2 часа. Моргают минуты. Никакой реакции. Все правильно. 2 часа для кекса это максимум. Да и нам многовато. Через температуру возвращаемся к часам. И ставим 0. На моргающих минутах ставим 20. Так, теперь мало. Опять чистим температуру к часам. И ставим 1. 1 час 20. Самый раз. Температура предлагается 160 градусов. Нам много. Выбираем 110. Мы хотим, например, видеть его готовым через 5 часов. Ждем. Заморгали. И 10 минут. Самый раз. Можно стартовать. На дисплее видим отложенный старт. Пытаемся отключить переход подогрев. После окончания выпечки. Поздно. Надо было это делать до старта. Показываем отмену на примере каши. Жмем. Меняем цвет. Отменяем переход подогрев. И только потом старт. А так, с помощью кнопки подогрев можно разогреть холодное блюдо до 70 градусов. Видим время разогрева. Отключаем вручную. Блокировку кнопок, то есть защиту от детей, можно включить или в режиме ожидания, или уже после старта. Отключается аналогично. Управление, конечно, не самое простое. На кнопках сэкономили. Но со временем можно привыкнуть. Ура! 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 Ура!